Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и я продолжаю следить за турниром Левитов Ческ Вик в Амстердаме. И сегодня в центре внимания партия между экс-чемпионом мира Вишманатаном Анандом и Шахияром Мамедяровым. Белыми играет Ананд, начинает ходом Е2-Е4, Шахияр отвечает симметрично и на доске возникает испанская партия. И уже здесь, на третьем ходу, Шахияр делает достаточно редкий ход конем на поле Е7, подкрепляя свою коллегу С6. Ананд развивает коня, пока достаточно простая игра, и конец Е7 переходит на Ж6, укрепляя центральную пешку. H2-H4, достаточно логичный ход, белые хотят согнать коня в поле Ж6 с дальнейшим движением пешки, но здесь Шахияр выскакивает в контратаку, конь идет на Д4, нападает на слона, слона отдавать не хочется, поэтому Ананд отводит его на поле С4, и теперь надо как-то препятствовать движению крайней пешки белых, поэтому H7-H5. Но, конечно, вы скажете, что черные слишком много позволяют себе в дебюте. Дважды пошли обоими конями, и невооруженным глазом видно слабость пешки на Ф7. Именно этим пользуется Ананд, выводя своего коня на поле Ж5 и атакуя слабую пешку. На первый взгляд, черные должны трубить отбой, куда-то отступать конем на поле Е6, перекрывая линию боя слона. Однако Шахияр даже не думает отступать. Вместо этого он жертвует пешку путем Д7-Д5, подставляя ее под два боя, и уже в этот момент Ананд совершает решающую ошибку в партии. Он забирает пешку слоном, самое напрашивающееся взятие, продолжая сохранять угрозу пешке Ф7, и этот ход, оказывается, уже проигрывает партию. Необходимо было бить именно конем, после этого черные могли побить пешку на Х4, выбивая опору из-под коня на Ж5. Мы видим, что белые временно перекрыли действие слона, слон теперь не нападает на Ф7, но продолжаем вариант. Защищаем коня ходом Д3, слон теперь караулит, черные забирают пешку Ж2 Шахом, нападают на Ферзя, надо перекрываться ходом Ф3, и конь возвращается на Ф4, перекрывая действие белого слона, и теперь конь вновь под прицелом черного Ферзя. Ну что ж, взятие на Ф4, взятие пешкой. Здесь белые могут побить пешку на Ф7, объявляет двойной удар, однако черные делают то же самое, объявляют двойной удар на Ф3. Ну и давайте без особых комментариев прокручу этот вариант до конца. Здесь в принципе игра сторон не обязательно, но демонстрирует возможности сторон, и вот в этой позиции возникает окончание с лишним качеством у белых, но тем не менее у черных достаточно активные фигуры, они поменяли много пешек, и я скажу, что у черных здесь хорошие шансы на ничью. Но возвращаемся к партии. Итак, надо главное запомнить, что необходимо было забирать конем на поле Д5, однако Анан забирает слоном. И теперь слон с Ж4, черные просто отдают пешку на Ф7 шахом, но контратакуют белого ферзя. Ну что ж, взятие на Ф7, король спокойно отступает из-под шаха, приходится спасать ферзя ходом Ф3, и теперь конь забирает на А4, выбивая из-под ног белого коня опору. Ну что ж, необходимо играть Д3, заканчивая развитие и защищая коня слоном. Теперь следует взятие на Ж2 шахом, король отступает, и конь возвращается на Ф4, перекрывая линию действия слона и вновь нападая на коня. Последовало взятие на Ф4, взятие пешкой. Белые, по сути, не могут отступать конем, потому что после этого падет пешка на Ф3, поэтому Анант играет конь Е2, пытается выменить централизованного коня черных. Взятие на Е2, взятие ферзем, шахаяр забирает коня на Ж5, и после взятия на Ж4 спокойно выводит чернопольного слона. Ну что ж, мы с вами видим, что дым рассеялся, белые получили таки лишнюю пешку, однако за это их король очень сильно страдает на поле Ф1. У черных активные фигуры, и после хода король Е7, Анант просто сгоняет слона с поля Ф7, и потом хочет поживиться пешечкой на поле Х5. Ну, например, если слон вступает на Б3 просто, то черные играют Ф3, сгоняют ферзя. Здесь важно только защитить пешку на С7, и после этого черные готовы побить ладьей на Х5, и в случае взятия ферзем объявляют мат вот таким вот способом. Так что, белые находятся на грани поражения, Анант пытается чуть-чуть усложнить игру, и сбрасывают пешку Д, ставят ее под бой, и потом только отступают слоном. Все равно следует Ф3, ферз отступает на Х2, шахаяр защищает пешку С7, и вот смотрите, нападает белые на шаг неприятный, черные прикрывают это поле ладьей, и ладья Д1. Именно для этого Анант сбрасывал пешку Д, чтобы сейчас создалась угроза вторжения на поле Д7, однако спокойно играет шахаяр, ставит ладью на Д8. Размены его нисколько не пугают, поскольку белый король по сути находится в мату, и на взятие вообще выигрывает ход ферзь С1 с неминуемым матом. Последует Ц3, защищая ладью, ну и Ц3 просто проигрывает после размена ладей, и хода ферзь Д2. Вот так вот в 24 хода шахаяр Мамедьяров выигрывает у экс-чемпиона мира, здесь уже грозит мат на поле Ф2, и под боем находится слон, поэтому Анант признал себя побежденным. Очень колоссальная ловушка, в которую попадается Виши Анант, и давайте с вами еще раз повторим вариант. Черные играли в испанской партии довольно вызывающе, белые пытались атаковать пешку на Ф7, но ходом Д5, и потом слон выскочил на Ж4, черные получили мощную концу игру, и по сути растерзали позицию белого короля. Что ж, кому понравился обзор, не забывайте ставить ваши лайки и подписываться на канал, а с вами был Евгений Шувалов, до новых встреч!